Ну вот чем смены. Дукатти Диавель 1260. Двигатель двухцилиндровый, L-Twin, дестострето 9,11 градусов, 1262 кубических сантиметра. Мощность 117 киловатт, 157 лошадиных сил, крутящий момент 129 ньютонов на метр. На мотоцикле в базе Ducati Traction Control, отключаемый, Conorin ABS, Bosch, 3 степени. Она не отключается, она может поставить на первую степень, и она откручит ABS на заднем колесе. То есть его, в принципе, можно заблокировать, если такое желание есть. Quickshifter в базе здесь не стоит. Quickshifter стоит на модели S. Ну, здесь есть вили-контрол, круиз-контрол. Вот он. Здесь на кнопочке круиз-контрол. Бесключевой доступ. То есть ключ у меня в кармане. Мультимедиа-системы здесь нет, она дополнительно должна покупаться. Три режима езды. Спорт, туринг и дождь. Ну, не дождь, он называется правильно. Орбан, городской. По привычке называют дождь. Вес мотоцикла 244 килограмма. Его не чувствуется, потому что сиденье у него 880 миллиметров высота всего. Центр тяжести очень низко, и его не чувствуешь совершенно. Этот вес. Резина Pirelli Diablo Rosso. Переднее колесо. Вот заднее. Такое солидное колесо. 240 на 45 R17. Такое пухлое. Односторонний маятник. Нельзя сказать, что он у нас прям такой там очень красивый. А на с, наверное, немножко другое все. Наверное, там всякий карбон, честно говоря, на посмотреть не видел. Вот, но... Ну, обыкновенный маятник. Только что односторонний. Поэтому тут, в принципе, Так, неплохо выглядит. Передняя вилка Marzocci 50 миллиметров. Полностью регулируемая. Сзади MonoShock тоже Marzocci. Тоже регулируемый. На Model S, соответственно, стоит Olens. 48-миллиметровая вилка и Olens Shock. Впереди и сзади тормоза Brembo. Впереди два диска. Сзади один. Тормоза просто великолепные. И передний, и задний. Но задний тормоз. Когда я сижу, мне приходится вот этот рычаг тормоза Доставать до него носком сапога. То есть, немножко утоплен. Ну, не знаю, почему так это сделано. Может быть, я бы сделал чуть-чуть повыше. Может быть, это можно отрегулировать. Может быть, нет. Вот так. Бак 17 литров. Официальный расход 4,5 литра на 100 километров. Но я в это не верю. Мне кажется, он должен больше кушать. Давайте заведем его. Вот, включаем зажигание этой кнопочки. Посмотрим, фары обключились или нет. Нет. Надо завести все-таки. Здесь пуск. Звук просто фантастический. Звук просто-просто фантастический. Звук просто-просто фантастический. Вот такая здесь труба. Вот фара. Фары LED с дневным светом. И сзади тоже. Вот такая труба. Она стоковая. Понятно, что можно поставить терминьоны за страшные деньги. На утюг и плохо. Ну, и для того, чтобы его выключить. Таким образом. Дизайн мотоцикла мне не нравится. Даже очень. Посмотрите, какой красавец. В принципе, как-то все просто. Но сама форма... Сама форма мне очень нравится. И сидеть на нем достаточно удобно. Сидение. Нельзя сказать, что оно мягкое. Хотя на ощупь, как вроде, и мягкое. Здесь немножко жестковато. Поэтому, когда сидишь, кажется, что оно не слишком мягкое. А здесь вот мягкое. Здесь идет сужение бака. Это дает удобство держания коленями мотоцикла. Это очень мне понравилось. И то, что здесь вот узко, это еще легче становится доставать до земли. Естественно, до земли я достаю. Меру 171. Здесь, по-моему, кто угодно может достать. Вот, потому что 780 миллиметров сиденья всего. Зеркала здесь стоковые. Ничего особенного. Но они мне нравятся. Мне лично. Я бы и не стал менять. Хотя, конечно, можно найти и заменить. Вот. Обзор у них очень-очень хороший. Вот тут органы управления. Менюшкой можно управлять вот этой кнопкой. Переключать на различные меню. Судя по всему, регулируемый рычаг сцепления и тормоза. Я достаю нормально. Мне это регулировать ничего не надо. Мне понравилось. Ничего тут менять я бы не стал. Ну, хотя можно поставить более дорогие рычаги. В Дукате там предлагают. Наверное, не стал бы ничего делать. Вот эти все значки Дукати. На баке тоже. Красиво. Ничего не скажешь. Да. Мне нравится то, что номер на этом креплении висит. Это мне тоже очень нравится. Давайте сядем на него. Посмотрим, какая посадка. Ну что, шепмены. Давайте попробуем сесть на него. Сиденье очень низкое. 780 миллиметров. Вот посмотрите, где находятся подножки. Практически почти прямой угол. Ноги. Если вы возьмете X-DL, подножки будут вот здесь. Чуть-чуть впереди. Обыкновенный DL вот таким образом. А для примера мой монстр, там подножка будет вот здесь. То есть вот такая вот разница. То есть, ну в принципе, сидишь как на стуле. Наклона вперед практически никакого нет. Очень хорошо бак сидит между коленями. Здесь сзади подпорка. Вот. Вот такая вот посадка. Практически спина прямая. Ну самый-самый маленький наклон вперед. Совсем чуть-чуть. Да. Бак. Вот таким образом я достаю до земли. Мой рост 171. То есть нога у меня немножко согнута. То есть очень удобная, очень удобная посадка. В принципе, можно ехать очень долго. Вот такая вот гравитсапа.